Сегодня поделюсь альтернативным способом заработка на кроулейнинговой платформе JetLand. Этот способ я определил опытным путем, можно сказать вынужденно, но тем не менее он работает и приносит дополнительный доход к доходности от самой платформы, от основного способа, который заключается в выдаче займов малому и среднему бизнесу под процент. В чем он заключается? Я думаю многие слышали, что у JetLand есть вторичный рынок, вторичный рынок, где вы можете купить и продать займы. Полная аналогия с фондовым рынком, здесь также есть стакан, здесь выставляются заявки, дешевле, дороже номинала, с премией, и вы можете совершать сделки на этом рынке. В чем заключалась моя конкретная идея? Первоначально я разочаровался в доходности JetLand, и я не планировал постоянно реинвестировать деньги на счете этой платформы. Но в качестве эксперимента для меня, даже когда ставка ЦБ была более-менее нормальная, так скажем, адекватная, JetLand не приносил доходности, которую я хотел бы видеть в этом инструменте. И поэтому было принято решение сократить долю краудлендинга в моем инвестиционном портфеле глобально. Так как я выдавал займы по минимальной планке 100 рублей на один займ, у меня их накопилось около 1000 штук. Сейчас уже на 200 меньше практически. И проблема заключалась в том, что вручную продавать все эти займы, ну, как минимум глупо. Я записывал еще видеоролик по быстрой продаже с краудлендинга, по выводу средств быстрому, вот если у вас все деньги распределены, нет свободных средств на счете, и вам нужны деньги очень срочно с краудлендинга. Этот способ как раз-таки вот подходит. Но сегодня я буду использовать его немножко под другим углом, так скажем. Я зашел, значит, в свой портфель, нажал кнопочку «Продать активы», выбрал все активы, и вот теперь ключевой момент. У меня много займов. И какие-то из заемщиков, которые есть у меня в портфеле, они представляют, как я понимаю, очень такой хороший интерес среди некоторых людей, которые, видимо, этим заемщикам уже выдавали деньги. Они вовремя или заранее вернули деньги обратно, соответственно, тем самым увеличив свое доверие со стороны того, кто эти деньги дает. И вот некоторые заемщики, займы некоторых заемщиков, люди готовы покупать даже дороже, чем они были выданы, дороже 100%. Я решил, а что если попробовать разместить заявки по 105%, премия 5%. Это же замечательно. У меня сразу в голове такая схема вырисовывается. Вот все новые займы, которые появляются на первичном рынке. Я инвестирую в каждый займ не по 100 рублей уже минимально, а по 1000, например, или больше. После того, как этот займ собирается, уходит в работу, я тут же, как можно быстрее выставляю заявку на продажу этого займа дороже номинала и, соответственно, имею профит за счет того, что люди покупают этот займ дороже. Те, кто хочет этого заемщика. Вопрос в том, как определить этого интересного заемщика, я, честно говоря, не знаю, потому что статистической информации по платформе, ну, я не знаю, как просто искать определенного заемщика по критериям надежности. Есть такая штука или нет здесь, можете написать в комментарии, если вы таким пользуетесь. Это, опять же, это будет очень хорошим таким дополнением к вот этому способу. То есть, вы можете сразу охотиться за заемщиками самыми лучшими, хватать их новые размещения и продавать выше номинала. Значит, разместилась заявка по 105%. По-моему, ни одно из них не было продано. Поэтому было принято решение снижать ставку, но также оставить ее с небольшой премией. И я, кажется, разместил по 103,5% и буквально через несколько часов я получил первые продажи по своим займам. Я такой сразу, глаза так, опа, опа, так это же возможность заработать. Ну, схема, которую я описал ранее, вот ее можно использовать как раз-таки как основную. Например, если вы инвестируете только по 200, по 100 рублей, по 100 рублей в каждого заемщика. Если вы хотите заработать дополнительно, потенциально, вы можете покупать, выдавать займы по 200 рублей, 100 рублей оставлять себе и зарабатывать на возврате этих средств от заемщика. А 100 рублей выставлять на продажу с премией. И смотреть просто в течение времени. Вам будет займ возвращаться по обоим лотам по 100 рублей, по всей сумме. И вы сможете продавать займы даже меньше номинала, меньше чем 100 рублей. Кстати, вот там в условиях где-то было указано, что при продаже, кажется, указывается, что нельзя продать займ, который не кратен 100 рублям. Как-то так. Но по факту я продаю такие займы, они уходят в продажу. Люди их покупают даже меньше номинала. Так что не знаю, что там не работает. Все работает, все хорошо. И я оставил некоторые заявки по 103,5 рублей. Некоторые из них поуходили в продажу, чему я был несказанно рад, естественно. Но я столкнулся с такой проблемой. Я все это делал с телефона своего. И заметил, вот даже сейчас очень долго крутилась загрузка, это по массовой продаже. Ситуация заключается в том, что нажимая кнопочку выставить заявки, опять начинается загрузка. Она тоже идет очень долго. И все заявки не уходят почему-то в работу. Я протестировал с компьютера, зашел. Там вроде как это все пошустрее происходит. И вроде как это все распространяется конкретно на весь портфель ваш. На все займы, которые у вас есть. А с телефона же как-то дайзировано определенное количество только. Я не знаю, с чем это связано. Такой нюанс, как бы подводный камень определил. Здесь, соответственно, принимая свою продажу, вы сразу увидите, сколько вы налога на полученный доход заплатите. И сколько у вас будет стоимость продажи всех этих займов. Далее я начал уменьшать премию. И уже у меня заявки там где-то по 100, 2,5% уходят. Вот, соответственно, непосредственно посмотрим по проданным займам. Я сразу отсортировал в вкладке события, тип операции, продажа займа. Давайте посмотрим сразу с первого. 101,5%. Да, заявки по 101,5% тоже выставлял. Соответственно, статистика у нас. Цена продажи 8149 получилась. Сумма за минусом НПД, за минусом НДФЛ. Вот, и доход 1 рубль с половиной. Соответственно, увеличиваете сумму ваших займов, количество, соответственно, и будет увеличиваться ваш доход в денежном эквиваленте. Не в процентах, а в денежном непосредственно. Ну, а процентный доход будет вот 1,5-2%. Это те значения, которые я непосредственно замечаю сейчас. Проблема заключается в том, что если слишком много людей будет пользоваться этой схемой, она рано или поздно умрет. Как и все схемы, там тот же самый обнал кредитных карт, который я, к сожалению, не могу поделиться. Это вы сами должны как-то пытаться найти ее. Рано или поздно такие темы умирают. Здесь, если будет высокая ликвидность, если люди будут выставлять заявки по 102,5%, очень часто и много, то, соответственно, люди не захотят покупать столько. И конкуренция между теми, кто хочет продать, будет расти и кто-то будет неизменно занижать цену продажи. И, соответственно, там уже будет 101%, 100% и 9,1% и так далее. То есть доход у всех людей в целом по рынку, кто хочет продать с профитом, он будет уменьшаться, к сожалению. Вот такой способ получился. Можете пользоваться, но предупреждаю также. Я вообще никакие рекомендации вам не даю и ничего не советую. Вы сами решаете, что вам и как делать. Опять же повторюсь, что как основной способ заработка я бы его не рассматривал все-таки. А если вы еще не зарегистрировались на платформе Jetland, это можно сделать по ссылочке в описании. Получите повышение доходности плюс 10% на один месяц.